Всем привет! Сегодня у нас история от подписчиков. Сейчас я зачитаю письмо, а потом мы с вами вместе дадим комментарии, рекомендации и вообще поболтаем об этом. Давайте начнем. Галина, здравствуйте! Несколько лет подписана на ваш канал на YouTube с тех времен, как вы снимали всякие видео о косметике, рецептах еды и прочее. Вообще, очень приятна у вас энергетика, которая чувствуется даже через камеру. Вот смотрела я вас и даже не предполагала, что когда-то буду писать вам это письмо. Но глядя на то, как вы отрезвляете девочек, пишущих вам, даете дельные советы, которые помогают прозреть. И, конечно, продуктивные комментарии, это я все-таки решилась. Вот изложу вам свою длинную историю, которая не должна была случиться в принципе, но произошла. Не осуждайте меня, я и сама все понимаю. Помогите просто мне, пожалуйста, с советом, как выйти мне из этой ситуации, которая сложилась и что мне конкретно предпринять. Три года у меня отношения с турком, будучи уже замужем, за другим мужчиной 15 лет. Я с ним познакомилась на отдыхе, писала в инстаграме. Несколько дней подряд я все-таки решила на это ему ответить, просто для смеха, потому что сами мы все знаем, пылкость турков это на слуху. Но при первой встрече он меня просто поразил. Я могу охарактеризовать это только одним словом, химия. Я достаточно привлекательная женщина, занимаюсь спортом, модельной внешности, я не обделена мужским вниманием, но до этого случая у меня не было подобных эмоций относительно мужчин, за исключением моего мужа, разумеется. Так вот, этот турок старше меня немного, очень харизматичный мужчина, умный, образованный, живет в Измире, рассказывал про себя, что он разведен, бывшая жена русская. От этого брака есть ребенок, которого он очень любит. Также спросил, замужем ли я, я честно ответила, что замужем у меня трое детей, на что он ответил, что так и думал, но ведь дружеское, ни к чему не обязывающее общение вполне возможно. Я промолчала, так как не верю ни в какую дружбу между мужчиной и женщиной, но подумав, почему не общаться с приятным человеком, я согласилась. Так мы пролетело 10 дней отдыха, за беседами, совместным купанием в море, он возил меня, показывал достопримечательности и прочее, звал меня в Стамбул на несколько дней, поскольку узнал, что это моя давняя мечта. Так мы расстались, предварительно обменявшись телефонами. Я не знаю, что со мной произошло, но по приезду домой я не могла думать ни о чем, кроме него. Он активно мне писал в мессенджерах, ежедневно звонил по видео, а я тряслась, как бы это все не заметил мой муж. К слову сказать, мой муж прекрасный человек, хороший муж, отец и друг. Я его очень ценю как мужчину, спутника жизни и вообще не представляю свою жизнь без него. В итоге полугода этих переписок с турком, но и было принято решение ехать в Стамбул. Билеты купила, отель забронировала, думала, если не врет, то приедет, покажет мне город, а если нет, то сама разберусь на месте. Он меня встретил в аэропорту, забронировал себе номер в том же отеле, и эти пять дней прилетели просто незаметно. Прогулки, рестораны, яхты по Восфору только для нас двоих. Показал мне лучшие и красивейшие места Стамбула. Был очень галантливым, ухаживал. В общем, моя голова закружилась окончательно, я вступила с ним в близкие отношения. Влюбилась как девчонка, даже нет, не влюбилась, а просто в ходе семейной жизни, заботы о детях. Во мне, возможно, притупились ощущения себя, в первую очередь, как женщины. А этот турок мне дал то, чего я не испытывала несколько лет. Вот, собственно, можно дальше не читать ответ на ваш вопрос. Какой триггер, да, не мужчина вам нужен был, это дело не в турке, а вот в этом ощущении его потери. После возвращения домой у меня были противоречивые чувства, я даже думала развестись с мужем. Вот настолько был затуманен мой рассудок. После этой поездки он мне начал писать еще больше, что непременно хочет познакомиться с моими детьми. Хочет, чтобы я немедленно развелась с мужем. Хочет семью со мной и ребенка. В итоге, спустя пять месяцев я поехала с детьми в Турцию отдыхать. Он, соответственно, тоже приехал в этот отель, все было хорошо, возил нас везде, детям представила его как турагента, который будет сделать наш отдых приятнее. Днем мы были все вместе, а ночью проводили у него в номере. Галя, я просто сошла с ума в тот момент, хотя и сейчас не совсем я адекватная. Так вот, отпуск пролетел, по приезду домой он писал, что дети у меня замечательные, он их уже полюбил как родных. Просил приехать в Измир, чтобы я увидела, как он живет, его квартиру и все прочее. Я как-то даже настроилась на разговор с мужем, решила, что нужно быть честной. И тут среди ночи звонок с его номера. Беру трубку, а там женщина. Как я поняла, его бывшая жена. Да, они разведены, но живут вместе. Представляете мой шок? Я чуть не разрушила свою семью, а тут такое. Она мне рассказала, что давно читала нашу с ним переписку, надумала, что это все несерьезно. Но после того, как узнала, что он познакомился с моими детьми, что зовет меня в Измир, решила мне все это рассказать. Я здесь остановлюсь, у них невротические отношения с мужем. Она терпела боли и вообще, они разведены, живут вместе. Это что вообще такое? Когда разводятся, значит разводятся. Не разведены они, скажем так, окончательно. Мне было больно, хотя о какой боли я говорю, когда сама изменяла своему мужу. На последующий звонок, на следующий день он мне звонил, уверял, что приходил к дочке, лег с ней, чтобы она уснула и в итоге уснул сам. А бывшая стала мне звонить, короче, на вопрос по поводу того, как она тогда на протяжении почти года читала переписку. Он ответил, что не знает, значит врал. Вы думаете, я остановилась на этом? Нет, у меня была просто маниакальная тяга к нему, вплоть до физической зависимости. После этого я еще пять раз ездила в Стамбул к нему, ездила в Измир. Он мне показал свой дом, свою работу. Его жена на протяжении всего этого времени звонила, писала с его номера, со своего номера, с других номеров. Она просила меня, чтобы я от него отстала, оскорбляла, проклинала меня. Но как я могла оставить, если он всегда инициатор нашего общения и встреч? Я не могла. Я искренне сочувствовала этой женщине, ничего не могла поделать со своими чувствами. Я хотела этого мужчину всеми фибрами своей души, будь у него хоть гарем. Мне это было все неважно. Но вы знаете, спустя время я поняла, что я являюсь лишь искрой для их отношений. Для невротических отношений молодец. Верное направление, думаете. Они бы оба притягивали меня каждый раз. Без меня у них было все обыденно, скучно, что аж не о чем было вместе людям поговорить. Даже когда я прерывала общение с ним, она сама мне писала, задавала какие-то нелепые вопросы. Либо когда он уезжал к родственникам, и он мне писал, возможно, от скуки. А она потом закатывала скандалы, истерики. И все это продолжалось по кругу. Так прошло три года. Я уже вроде как остыла, а он меня все не отпускает. Говорит про любовь. Говорит, что я женщина всей его жизни. Что у нас кармическая связь, а я не могу отрубить. Много раз задавалась ему, такие вот задавала вопросы. Зачем он живет с этой женщиной? А мне говорят, что не живет. Ответ один. Что он одинок и приходит к ребенку, походу. Что я его не рассматриваю как мужчину вообще для построения совместной жизни. А он миллион раз предлагал мне. Это правда? Да, да, предлагал. То есть у нас еще виноватые дела, что он вам предлагает. А вы, типа, не соглашаетесь, не разводитесь с мужем. Галь, скажите, я больная? Почему я не могу избавиться от этого? Я человек уравновешенный. С мужем и детьми дружные и теплые отношения. Любящие отношения и спокойные. Помогите мне советом, пожалуйста. Может, где-то в душе мне просто хочется ему верить. Но я ведь тоже мучаюсь от того, что причиняю боль и вред той женщине. Боюсь расплаты за все это. А что делать? Как мне выйти из всего этого? Надеюсь, вы прочитаете мое письмо и дадите оценку со стороны этой ситуации. Спасибо. Оценка простая. Вы все сами многое понимаете. Делайте, короче говоря, как я скажу. Окей? Я вам говорю обрубать. Не общаться с этим человеком. Только обрубив, полностью заблокировав, выкинув симку, поменяв. Все вообще. Вы избавитесь от этого человека в вашей жизни. Что вообще произошло? Проблема у вас какая? Я останавливалась об этом в письме. Вы забыли о себе, о своей реализации из-за брака, из-за отношений хороших слишком с мужем, что вы были все в детях, в семье и всем прочим. Как вам нужно помочь? Вам нужно заняться собой и заняться реальной реализацией себя. Если у вас есть работа, вам походу надо сменить работу. Она вам не нравится. Если у вас, вы не работаете, вам нужно какое-то хобби. Вам нужно вообще послушать себя. У вас проблема какая? Мне кажется, она вообще, скорее всего, на протяжении вашей жизни. Вы не знаете, что хотите. У вас была цель замуж выйти за хорошего человека, родить детей. Вы цели добились. Сейчас, возможно, вы занимаетесь реализацией себя через работу либо через воспитание детей. Это не реализация. Это не делает вас счастливой. Ваше счастье будет понять, чего я реально хочу. Как я чувствовать буду себя хорошо. Что мне для этого делать? Вот это и есть реализация. Вы не реализованы. У вас с мужем более дружеские отношения, чем, скажем так, с любовником. Это подостыло. Но подостыло потому, что вы не знаете, что хотите. Поэтому муж вас так не привлекает уже, как раньше. Поэтому вот этот мужчина, другой, новый, вот эти чувства у вас, как вы и сказали, терапия просто произошла. Я увидела другое отношение к себе. У меня с ним зажглось, загорелось. Потому что вы с мужем узнаете многие свои реакции, поведение. Возможно, муж вас где-то там критикует. Но условно говоря, как пример может быть, да, муж знает каждую вашу складочку, каждый там целлюлит или еще что-то. А этот мужчина говорит, ты прекрасно, офигенно, это самая лучшая, ты богиня. И вы это слушаете и понимаете. А муж меня критикует на его фоне. Этот мужчина выглядит, скажем так, выигрышнее. Его комплименты. Я ему хочу верить, я действительно чувствовать начала себя богиней. А мне говорят, что я там в складочках, я не знаю, как шарпей, да, с целлюлитом мою пол дома. С хвостиком там на голове, с грязными волосами. Вот. Это банально, но так оно и работает. Вам надо собой заняться, своей реализацией. Заняться не в плане внешности, я имею в виду. Понять вообще для себя, что я хочу. Вы заблудились, вы не знаете, что вам надо. А у них вы совершенно верно всё считали. Это невротические отношения. Я даже до кончания письма, когда всё не знала, сказала, как это так, развелись и живём вместе, так не бывает. Это невротики так делают, да. А почему он вам вселяет уверенность, что ты самая лучшая на земле и от вас не отстаёт, а он у вас видит этот ресурс энергетический. Вот когда вы с мужем своим расстанетесь, он в вами интересуется, потому что вы замужем. Вы когда к нему на блюдечке готовые придёте, у него к вам пропадёт интерес. Вот и всё. Как вы только дадите документы на развод, подадите, скажете, всё, я твоя. Он скажет, ты мне не нужна. Ты мне неинтересна. Ты моя вот легко досталась. Игры никакой нет, переживаний нет. И жену свою никогда не оставят. У них же повод есть, у них же там ребёнок, вы чего. Так, они живут. Она тоже невротичка. Либо она подключилась под эту игру со временем, либо она тоже невротик, который был изначально. Да, невротики очень часто, когда у них остывают эмоции в отношениях, они ищут себе либо любовников, любовниц так подстраивают ситуацию, что типа внезапно, как-то случайно, их вторая половинка узнаёт о отношениях на стороне, и начинается любовный треугольник, начинается борьба. А если не этот любовник, так появится потом другой. Это вообще схема работает постоянно, пока кто-то в этой парочке совсем не устанет. Так что они обслуживают свои страхи, а вы им помогаете в этой игре. Если понимаете, на вашем месте будет другая женщина, любая другая замужняя женщина. Вот так вот объясню. Дело не в вас, что вы такая классная нимфа, просто богиня для него. Он тащится, кайфует, вы особенно. Давайте, бегите, разводитесь, потом вообще с тремя детьми при разбитом корыте останетесь. То, что вы допустили отношения сексуальные с другим человеком, это лишь показатель того, что у вас с мужем в этом плане проблема, в том, что в плане вы не чувствуете себя востребованной, угасли чувства, эмоции. Вот какой конкретный совет, план вы же хотели, как разорвать? Меняем, блокируем, симку меняем, соцсети сносим. Никогда, вот заблокировали, с мыслью, я никогда не вступлю в контакт с этим человеком. Я закрываю все двери, все возможные, там, не знаю, пароли, стираю, меняю. Никогда не зайду в эти соцсети, чтобы он меня не нашел. И никогда на его странице с анонимных там аккаунтов не буду смотреть. Нет. Пока вы сейчас это, если так будете делать, вы тоже становитесь невротиком в этом треугольнике невротическом. Вот нафиг вам надо. Вы же хотите излечиться, вы устали эмоционально от напряжения. Вы сдаетесь. Это замечательно. У вас есть замечательный муж, с которым нужно возобновлять хорошо, настраивать свои отношения со своим мужем. Вам нужен новый глоток в отношениях с мужем, новая любовь. Вам нужно возобновить эти чувства и ощущения с мужем. Как это сделать? Начать, вот вы хорошо отследили вот это ощущение. Я богиня, я почувствую вот этот огонек, который был у меня только с мужем и с этим мужчиной. Значит, с мужем еще возможно опять это прожить, опять это почувствовать, эти эмоции. Почувствовать себя любимой, нужной, красивой внутри себя. Проблема в том, что вы на саму себя забили. Не знаю как, вы это особо не рассказывали, но вы забили. И про интересы, и про работу, и про внешность, да про все. Вы сказали, я вроде занимаюсь спортом, в модельной внешности. Это оболочка. Внутри вы не реализованы, вы не знаете, чем вы хотите заниматься. Вы не чувствуете себя нужной. Муж что-то тоже чувствует. И я не удивлюсь, кстати, если у вашего мужа, может быть, на стороне тоже кто-то, скорее всего, был или есть. Потому что вы эмоционально с ним сейчас не близки. Вам кажется, что все хорошо. Я думаю, что он тоже не дурак. И потихонечку на стороне тоже может что-то делать. Имейте в виду. Чтобы прекратить это, вы должны найти себя, обратно себя полюбить. Когда вы будете себя любить, с мужем у вас все начнется по-другому. Но с мужем, естественно, нужна встряска, новые эмоции, смена обстановки. Вдвоем съездить в отпуск без детей. И все-все-все это банальное. Сюрпризы, что-то приятное делать. Возобновить эти чувства и эмоции, которые были. Вот вернитесь мозгами в своей голове к тому, когда был вот этот момент, что я с мужем переживала вот эту искру. Как было с ним классно, как вот этот мужчина-турах мне это показал. Это вам, знаете, почему триггетнулось? То, чего вам не хватало? Так вернитесь, проанализируйте, что муж тогда делал, что я делала, когда были вот эти чувства и эмоции. Попытайтесь это возобновить сейчас, спустя годы. Скорее всего, это получится у вас. Я вам желаю удачи. Если вы считаете, что это видео было полезным, ставьте обязательно лайки. Я всегда оставляю под видео в инфобоксе свою почту. Открывайте, пишите на почту. Не надо писать мне в комментариях, а куда вам написать. В инфобоксе под видео. Почта. Всегда. Не ленитесь, разворачивайте, смотрите. Пишите мне ваши истории анонимные или записывайтесь ко мне на консультацию психологическую. Спасибо за внимание. Скоро увидимся.